Всем привет, туля, мои хорошие! Сегодня будет у нас влог. Ничего интересного, просто моя жизнь. На улице ветер, и мы уже два дня подряд, каждый день идем на пробежку. Даже не то, что пробежка, это просто такая быстрая ходьба. Мы это делаем для похудения, для того, чтобы подтянуть свою фигуру с мамочкой. Мамочка каждый день скидывает по полкило, но сегодня такой ветер. Может быть, вы слышите этот шум, это как раз-таки ветер. И вчера был ужасный ветер, просто я думала, что я выйду на улицу и просто унесет меня. Поэтому я не стала рисковать, и вчера мы не выходили, но сегодня мама говорит, что нет. Сегодня я не скинула. Представляете, мы не пошли ходить, и вот мама не скинула просто. А так каждый день по полкило, поэтому нужно ходить. Мне парень показал, что есть программа, которая записывает, сколько шагов ты проходил. Сегодня будем вместе с этой программой. Если не улетим, буду снимать для вас. Сначала нужно собрать постель, поменять постельное белье, убрать все. Вот это вот у меня такая странная привычка, так как у меня нету туалетного столика, я крашусь прямо в кровати. Это безумно не гигиенично, поэтому нужно поменять постельное белье. А компьютер здесь у меня, потому что я заказала новые чехлы для телефонов. Как только придут, я вам обязательно покажу в инстаграме. Может быть, во влоге, если в тот день буду снимать. Постельное белье я поменяла. А теперь помещаем это все в любимую стиральную машину. Что же мы без тебя бы делали? И закрываем, включаем. Вот. Может, ребята, вам неинтересны мои бытовые житейские штучки, но здесь таких штучек состоит моя жизнь, так что смотрите. Сейчас вот уже опубликовываю для вас это видео. Может быть, сегодня еще один мукбанг кино. Весь пармах должна снять для вас, давненько у нас не было этого. Ребята, не обращайте внимания на мой прекраснейший внешний вид. Я сняла для вас мукбанг, даже его смонтировала и уже выложила. Сейчас буду монтировать мамино видео. И тут у меня в голове появилась гениальная просто идея. Вот. Я хочу поехать в деревню и снять для вас влоги. Влоги из моего детства. Вот. Где я жила, когда была маленькая, в какой деревне я родилась. Показать, как там все расположено. Мне кажется, вам будет очень интересно. Не знаю, снять мукбанги на природе. Вот. Где-то на недельку поехать в деревню. А еще я заказала с Алиэкспресс чехлы для телефона. Я не знаю, вам говорила или нет. И еще я нашла там кучу бижутерий, которые мне нравятся. Тоже хочу все это дело заказать и снять для вас распаковочку. Чтобы мои влоги были более насыщенными, более интересными. Но на самом деле это просто оправдание себя, так можно сказать. Я покупаю это все с Алиэкспресс. И думаю, это для влога. Чтобы по влоге было интересно. Чтобы люди смотрели мои видео. Вот. Нужно что-то покупать, что-то показывать. Но, если честно, это просто повод купить себе в лишний раз какую-то безделушку, какую-то ненужную вещь. Но не могу я без этого. Тем более я ходила по магазинам, смотрела чехлы здесь. Здесь стоит намного дороже. Вообще намного. Поэтому лучше заказывать именно оттуда. Там любой можно заказать за 2 доллара. А здесь дешевле, ну, наверное, где-то 4 долларов. Чехол вы точно не найдете. И 4 доллара. Это вообще прям простой. Без никаких страз, без ничего. Я нашла один чехол. Он мне настолько понравился. Вот он. Мне кажется, это обалденно. Очень мило смотрится. Хотя, может, немножко по-клоунски. Но мне нравится. Я вот люблю, когда чехлы как-то бросаются в глаза. Ногти когда бросаются в глаза. Хотя, вот этот вот маникюрчик. Мне прям подписчики советовали, что сделаю что-то нюдовое. Я сделала. И честно, я кайфую от них. Но иногда мне хочется что-то такое crazy. Поэтому хочу все это дело заказать. И когда это придет, мы будем распаковывать вместе с вами. То есть, я пойду на почту, заберу это все, оставлю. И потом сниму для вас видео. Может быть, во влоге просто буду распаковывать все это. Потому что я сама люблю смотреть распаковки. Думаю, что вы тоже оцените это. Пишите в комментариях, интересны ли вам распаковки. Снимать ли подобные видео. Если да, пишите обязательно. Я, значит, тут вовсю крашусь. Посмотрите, какая я умница. Косметика заканчивается. Айка радуется. Вот этим вот тоном от Революшин Про. Вот здесь моя косметика. Сейчас мы с мамой идем, как всегда, на прогулку. Буду снимать для вас, куда мы идем, что смотрим, что покупаем. В общем, все как всегда. Вот так вот одета я пойду. И я думаю, что волосы надо собрать. Потому что на улице ветер. Вот, ребята, моя фигурка без фотошопа. Вот, я немножко похудела. Меня, в принципе, так все устраивает. Вот. Сейчас буду собирать волосы. Твоя бабушка. Я поняла, что моему телефону уже нужен штатив. А то ему же надоело, что я его туда-сюда ставлю. Вечно ракурс какой-то не такой, какой-то дурацкий. В общем, ребята, слушаем меня. Мне сейчас писала моя двоюродная сестра. Она смотрит мои видео. Мои видео. Сивиль, тебе огромный привет. Я тебя обожаю. Вот. И она мне сказала, что снимай побольше влогов. Я сижу, жду, когда ты выпустишь влог. Я такая думаю, что люди ждут? А я ленюсь. Не знаю, вам интересно вообще, как я хожу по магазинам, как мы с мамой гуляем, что-то покупаем. Я не знаю. Я просто снимаю свою жизнь. Моя просто жизнь состоит из таких вот моментов. Я специально собрала волосы, потому что на улице такой ветер. Неудобно будет с длинными волосами. Расческа супер. Покупала в Миннесо. Очень нравится. И делаем вот так. Свежее дыхание. Чтобы по дороге времени даром не терять, я буду кушать мармеладки. Вот. Обязательно, да? Да, это обязательно. Мама не ест, а я не могу рот закрыть. Ну все, мы уже вышли из дома. В этот раз мы вышли пораньше. Потому что вечером, когда я снимаю для вас влоги, они получаются очень мрачными. Плохого качества. Естественно, что телефон не снимает супер в темноте. Даже Кеннад не снимает супер в темноте. Что уж говорить о простом, обычном, смертном телефоне. Вот. Вы знаете, раньше, когда я доходила и снимала, мне так было стыдно. Я обращала внимание на людей, которые смотрят на меня как-то косо. Сейчас мне как-то все ровно исчезло. Взяла вот такую вот футболку. Вот такую вот юбку. Сейчас одену и все это вам покажу. Такую джонсовочку. Футболка вот такая. Вот оверсайд с велосипедками. Классно будет. А брюки как-то не подчеркивают вообще фигуру. Не очень по мне. Такие есть еще мятные, но я думаю, одевать нет смысла, потому что не подчеркивают фигуру. Смотри, вот здесь такие вот штучки. В общем, вот так вот. Маме не нравится. Слишком длинная, мне кажется. Если бы она была покороче, было бы очень круто. А вот эти вот весельки и как раз то, что я искала. Мне нравится она в общем. Но мне не нравится то, что она длинная. Тут немножко грудь здесь прям сильно видно. Тут удешево. Я себе кое-что прикупила. Когда приду домой, вам покажу. Померила брюки. Мне как-то не очень. Мне не зашло. Я люблю, когда брюки подчеркивают талю. Как-то красивые сидят. Но в этом случае как-то не очень было. Поэтому я решила не брать. В общем, дома все вам покажу. Погода хорошая. Просто ветреная. И не знаю, вам слышно вообще меня или нет. Надеюсь, что да. В общем, мы сейчас идем вправо. Заходь. Да, шикарно. Мама зашла. И теперь я ее нигде не могу найти. Из телефона она забыла. Потому что там села зарядка. Шикарно просто. И как теперь я ее буду искать? Я уже три круга сделала. Ее нету. Ребята, я уже который круг делаю, не могу найти маму. Может, уже четвертый круг. Я здесь полчаса хожу. Никак не могу найти маму. Как ее теперь искать, непонятно. Может, домой еще пойти? И для одного понять могу. Я говорю, маме, я снимаю влог. Подожди меня. Она пошла. Теперь как ее искать? Где она теперь? Наконец-то нашла. Она там, где посуда. Поднос, ничего так. Для мухбанка. Каждый раз смотрю, но не беру. Есть еще такой маленький. Смотрите, какая милая тарелочка. И стоит недорого. Но качество у этой лучше. И цвет тоже. Правда, пыльно немножко, но это не беда. А еще такие. Разных цветов есть. Прикольно. Три моната, 49. Одна. Ребята, мне всегда интересно, зачем нужна такая вот штука для стиральной машины. Чехол. Зачем он нужен? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто видела, у некоторых людей они надевают на стиральную машину, но зачем это нужно, я так и не поняла. Я здесь смотрю телефоны, сравниваю, какая камера как снимает. Вот это Samsung. Мне нравится. Вообще, я люблю Samsung больше. Что-то не ставится. Смотрите, какие крутые чехолы. Только стоят они очень дорого. От 30 монат и выше. Но очень интересно смотрится. И на мой телефон нет. Смотрела я, значит, телефоны. Здесь особенно удобно их рассматривать, потому что никто к тебе не подходит и не говорит, помочь вам чем-нибудь вам помочь. Это очень круто. Вот. И я поняла, что мой телефон снимает не очень. Да. Сравнила с другими телефонами, с флагманами Samsung. Мне все-таки больше нравятся флагманы Samsung. Крупная алча. То, что надо. А еще такие персики непонятные. Смотрите, какой набор есть. И вот такое. Кушай не хочу. Стоит этот 35, а этот 28. Здесь у нас креветки, осьминоги. Я не знаю, что такое. Взяла вот такую вот копченую колбаску. И бабушки палочки. Все дальше не знаю. Такие вот очки. Вот так они смотрятся. Эти тоже будут светлых, просто потому что они не белые, не так красавицы. Мне кажется, белые не под все будет, а это под все можно. Еще есть такой вариант. Ну все, мы вышли справа, зашли в Миннесо. Я себе купила очки. В прошлый раз, в прошлом году тоже покупала там себе очки. Мне они нравятся. В принципе, нормуль. Думала между двумя, но выбрала. Сейчас покажу дома вам. Пойду и покажу дома. Что же я выбрала. Стоили недорого, 10 монат. Ребята, попробовала уже один кусочек этой колбаски. Очень вкусно. Я могу сказать, что лучше этой колбасы я никогда в жизни не ела. Очень вкусно. Юбилейная. Стоит адски дорого. Очень дорого, но очень вкусно. Я сейчас себе буду делать бутеры и кушать. Приятного мне аппетита. Еще, кстати, купила вот такие вот сливки от Мила. 26% жирности. Ну и одежду я вам покажу чуть позже. Я себе устроила немножечко пир. Колбаса, ребят, нереально вкусная. Я в жизни никогда не кушала колбасу настолько вкусную. Обалдеть просто. Здесь у меня чай в моей любимой кружечке уже. Хлеб обычный и салатик. Очень вкусный тоже. Ссылочку я вам оставлю внизу на рецептик на Икуе. В общем, я купила себе вот такую вот футболку. Она просто огромная. Это оверсайз. Но очень приятная к телу. И стоила она на скидке всего 12 монат. Очень бюджетно получается. Вот. Почему я взяла такой большой размер? Я хочу носить ее с велосипедками и с поясной сумкой. Она мне, ну как туника, можно сказать. Но мне кажется, очень стильно. Очень классно смотрится. Буду с удовольствием носить. Давненько что-то такое хотела. Вроде швы просрочены хорошо. Этот рисунок вот так вот прошит здесь по краю везде. Орнамент такой интересный. Не знаю, я в восторге от этой футболочки. Цвет мне очень нравится. И еще я купила себе очочки. Как вы знаете, я сомневалась между двумя моделями. Вот эти вот круглые черные. Либо вот эти вот. И в конце остановилась на этих. Стоили они 10 монат всего. Но мне очень нравятся. У меня еще одни очки есть от Минесо. Они тоже прям вот служат мне уже год. И мне они очень нравятся. Они стоили намного дороже. В три раза дороже, чем эти очки. Но мне фасончик понравился. Понравилось, как сидит на мне. Подумала, почему бы нет. Поэтому взяла. В общем, на этом все. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы это уже видите во второй раз. Потому что я стараюсь все анонсы, все-все-все выкладывать туда. А потом уже и во влог тоже вдруг кто-то не подписан, чтобы тоже увидели. Иногда бывает, я что-то покупаю, только в инстаграме показываю. А в ютубе, например, во влог вообще даже не включаю. Но в этом случае я показала и в инстаграме, и во влоге. Теперь уже буду с вами прощаться, ребятки. Всем пока. Пойду монтировать видео. И завтра я иду на губки. Буду снимать для вас влог.